Я представляю слово представителю Белорусской группы Стадисты Гореча. Уважаемые коллеги, я, наверное, вы знаете, фамилия моя Зубов, я один из учеников Риманда Генриковича. Много лет назад, в 1965 году, он прибыл к нам в университет, тогда был Минский государственный педагогический институт иностранных языков. По решению Президиума Академии наук СССР, и было написано в нём, что для чтения лекций, оказания помощи и проведения научных работ и подготовки научных кадров. Но именно там оказался Риман Генрикович, большая роль его друга, тоже романиста, доктором филологических наук Макарова Владимира Васильевича. Он тогда был проректором по науке нашего университета. И именно он наступил на том, чтобы Риман Генрикович приехал в наш университет. Ну и, кстати, он перед отрезом мне сказал, что там извините, что я не смог приехать, потому что у него очень много лет тоже, так сказать, здоровье у него очень хорошее. И он не смог приехать, но он сказал, что всем большой привет и организаторам большое спасибо, что организовали вот такое очень важное мероприятие. Второе, значит, я должен сказать, что когда Риман Генрикович приехал в наш университет, он жил вместе с Анной Александровной женой и двумя девочками, жил у нас в общежитии, которое расположено рядом с университетом, в двух таких студенческих комнатках, одна и вторая рядом. И я до сих пор, когда у меня ставят занятия, а сейчас это учебный корпус, когда у меня ставят занятия в этом корпусе, я прохожу по этому второму этажу и про себя думаю, вот здесь жила Кена, Мика и мама, а здесь работал Риман Генрикович в корпусе Генриковича. Значит, и когда он прибыл в наш университет, то скоро была при кафедре общего языкознания и литературы образованная секция статистика речи. И в эту статистика речи вошло 17 наших преподавателей, которые хотели развить вот эту идею, которую они, конечно, читали до этого в работах Римана Генриковича. 17 человек, вот они составили костяк секции статистика речи, и чуть позже в эту же секцию вошли 9 программистов. Ну, у меня тут фамилии есть, но они ни о чем вам не скажут. Эти программисты, конечно, из других вузов были, потому что у нас в НИАЗе ничего похожего не было. И работы первых лет этих групп были связаны со статистическим исследованием лексики и грамматики текста на разных языках с помощью компьютера. Такая работа проводилась обычно ночью, на рендуинг нашим институтом в компьютерах. И только в 1973 году было в нашем университете выделено одно помещение, и там установлен был компьютер ЕС-1020. Только для того, ну, как бы некуда было организацию построить, поставить этот компьютер, поставили нам, и нам разрешили пользоваться этим компьютером. Тогда наша работа пошла более активно. И вот с тех лет работы по автоматическому анализу текстов на разных языках стали проводиться особенно активно. По инициативе Роман Геновича с его активным участием группа статистика речи в нашем университете стала активно публиковать результаты своих исследований в сборных научных работ и проводить научные конференции. Ну, только, вот смотрите, он приехал в 65-м году, да, а уже в 65-м и 66-м были проведены крупные конференции. Вопросы Романа Геновича «Филология и статистика речи» и «Энтерпия языка и статистика речи». Активизировались свои исследования и те аспиранты, которые, вот я говорил, они только тогда поступили на статистику речи. И уже в 68-м году, он приехал в 65-м, у нас при университете была защищена диссертация его ученицы Ольги Саны-Нихай «Статистика и автоматический анализ текста». В том же году, в 68-м, еще защитили свои кандидатские диссертации два человека. Все это позволило в 1975 году создать в нашем инъязе кафедру информатики и прикладной лингвистики, которая стала активно развивать работу Романа Геновича и развивает эти направления его до сегодняшнего дня. Значит, сам же Роман Генович, ну не будет жить там, жить семья у него, он, по-моему, приехал сюда в Герценский университет, где мы сейчас находимся, продолжал с нами активное сотрудничество. И работал не только с аспирантами, но выступал с лекциями и проводил совместные научные исследования. В то время, вот кто-то уже упомянул сегодня, были в моде хоздоговорные научные исследования, и мы под его руководством, Владимир Владимирович, очень много таких работ проводили. И вот за последние годы Роман Генович опубликовал у нас такие книжки, его личные. «Метод автоматического анализа синтеза текстов» в 1985 году, «Лингвистический автомат и его речи мыслительные обоснования» в 1999 году, «Синергетика текстов в учебные пособия» — это все учебные пособия были опубликованы в нашем университете. При непосредственном участии Романа Геновича в нашем ИНИАЗе было издано более 20 сборников научных работ. Именно как раз на тему компьютер, человек, статистика и так далее. А подготовленные Роман Геновичем кандидаты наук, они до сих пор работают не только у нас в университете, но и также в Витебске, Гродно, других городах Белоруссии, а также в Казахстане есть его ученики и в Литве. И более того, его идеи были нами развиты в каком направлении? Уже много-много лет у нас на факультетах английский, французский, немецкий, испанский. Со второго курса студентам дается специализация компьютерная лингвистика. А на факультете межкультурных коммуникаций другая специфика – это компьютерная реклама. Вот такие вот компьютерные вещи мы продолжаем развивать, готовим молодое поколение к своей будущей работе. И мы, и те, кто работает, и те, кто сейчас учится, всегда вспоминаем Романа Геновича, который стал основателем компьютерной лингвистики в Белоруссии. В память об этом замечательном ученом 15-16 июня 2010 года мы провели международную научную конференцию, посвященную его юбилею. И сейчас продолжаем активно вспоминать его и развивать его идеи. Спасибо за внимание.